Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я Александр Лупиненко. Как всегда, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Прогнозируется дождь. Днем температура воздуха составит 6 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Говорят, что старинные часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос могут посетители выставки, отмеряя времени ход. Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцово-паркового. Ансамбля одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го, начале 20-го веков. Музей истории печати и фотографии Гомельщины представляет работы фотографа Сергея Курилой из города Гродно. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20-го века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданы на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно до 9-го мая. Тем временем, картинная галерея Гаврила Ващенко предлагает заглянуть в тайны создания анимации. До 10-го мая здесь будет работать выставка под названием «Плей. История мультфильмов». Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики. И посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на этой выставке. Также гости галереи смогут пролистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне. Ну а тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. В нем можно будет понять, что же чувствовал волк из одной из серии всеми любимого мультфильма «Ну погоди». В Гомельской области проводится онлайн-фотоконкурс «Первомай в истории». Принять в нем участие могут жители нашего региона, представители профсоюзных организаций. Для этого до 15 апреля организаторам нужно предоставить заявку и фотографию первомайской тематики. Снимки принимаются в номинациях «Авторская фотография» и «Архивная фотография». В каждой из них будет отобрано 10 лучших фотографий для их участия в онлайн-голосовании с 20 по 27 апреля. По его итогам определят победителей, которых ждут подарочные сертификаты. Фотоконкурс «Вера глазами молодых» объявлен для фотолюбителей в возрасте от 14 до 40 лет. От каждого автора принимается до трех работ – цветных и черно-белых. К снимкам понадобится приложить описание. Жюри оценит оригинальность работ, технические качества, композиционное и цветовое решение. Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимаются по 1 мая. До 15 мая будут подведены итоги и определены победители. Для участников, работы которых не заняли призовые места, но были отмечены жюри, предусмотрены специальные поощрительные призы. В Гомельской области проводится конкурс на лучшего общественного эколога. Его цель – пропаганда знаний об охране окружающей среды и природопользования, сохранение природной среды, а также повышение эффективности работы общественных экологов. Итоги подведут в конце мая. Имена победителей станут известны после рассмотрения материалов конкурса. Гомельский государственный технический университет имени Сухова начинает готовить специалистов по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам. Без них сейчас не обходится ни одна отрасль промышленности. Уже объявлен набор на ряд новых специальностей. Для слушателей предусмотрена дневная форма обучения. Срок – 4 года. По предварительной информации, по каждой специальности будут набраны группы по 20 человек. К другим интересным новостям. Текст песни «Beatles Hey Jude», написанный рукой Пола Маккартни, продали на аукционе за 910 тысяч долларов. Песня была написана в 1968 году для Джулиана Леннона. Композиция была выдвинута на музыкальную премию «Грэмми» в 1989 году в номинации «Запись года» и «Песня года». Лист с текстом был одним из 250 лотов, выставленных на торги по случаю 50-й годовщины распада группы. К следующим интересным новостям. В Норвегии ведется работа над созданием электрического гоночного самолета. Компания-разработчик уже начала летные испытания аппарата. Рекордная скорость нового самолета будет не ниже 480 км в час. С ним норвежская компания планирует принять участие в первых гонках таких машин. Ожидается, что в них посоревнуются 10 самолетов. На скорости более 400 км в час они будут летать по воздушной трассе протяженностью около полутора километров. При этом высота полета в гонке составит примерно 9 метров. Ну а тем временем в водах у берегов Австралии в объективы камер океанографов попал необычный местный обитатель. Огромный сифонофор. Это существо состоит из большого числа других организмов, которые собираются вместе и образуют потрясающую структуру. Длина этого сифонофора около 47 метров. Ранее ученые такого не видели и считают, что этот экземпляр можно смело отнести к колонии, состоящей из тысячи других существ. Специалисты рекомендуют чаще употреблять в пищу огурцы. Эти овощи содержат мощные антиоксиданты, которые защищают организм от опасных частиц, негативно влияющих на иммунную систему. Употребление огурцов может повысить сопротивляемость организма болезням. Вещества, входящие в их состав, поддерживают деятельность иммунной системы, способствуют выводу токсинов, регулируют обмен веществ. Многие органы чувств у кошек развиты куда лучше, чем у других представителей животного мира. В частности, можно отметить, что кошачьи немного синоптики. Они чувствительны к разным колебаниям, что, например, позволяет вовремя распознать признаки приближения грозы. Причем это происходит задолго до того, как люди начнут слышать раскаты грома. Перед непогодой в кошачьих ушах происходит характерное падение атмосферного давления. А развитое обоняние улавливает запах приближающегося дождя. Поэтому, если вы не очень доверяете метеорологам, но часто задаетесь вопросом, будет ли дождь, понаблюдайте за своими домашними котами. В продолжение темы о домашних питомцах. Крик на питомца как способ наказания может негативно отразиться на эмоциональном состоянии животного. Специалисты изучили, как дрессировка влияет на мировосприятие четвероногих. В первой группе использовали только поощрение как метод воспитания. Во второй применялись более суровые способы, в том числе повышение голоса. Эмоциональное состояние животных до и после таких тренировок анализировалось. И выяснилось, что питомцы, вошедшие во вторую группу исследований, имели больший уровень стресса. Более того, во время обучения они проявляли тревогу. А вот участники первой группы никак не показали признаков волнения. Это говорит о необходимости мягкого воспитания домашних животных ради их же здоровья. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. А кроме этого, звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя в самом разгаре. Пусть она проходит легко и спокойно. Желаю удачи и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова